То, что Россия сегодня на подъеме, удивляет даже меня. Человека, который не тешил себя иллюзиями, все время собирался свалить куда-нибудь. То ли в Канаду, то ли в Австралию, то ли в Соединенные Штаты Америки. Но сейчас что-то не хочется. Знаете почему? Потому что у нас автомобили не хуже, чем в Соединенных Штатах Америки. Живу я, да не хуже, чем в Канаде. Есть возможность купить и дом, и дачу, и все остальное. Есть возможность в магазин зайти и затариться по полной программе. И есть, опять же, все практически. И цены. Ну, цены, то, что высокие, это ладно. То, что есть возможность у нас заработать деньги, вот это главное. А как заработать деньги вместе, ну, с такой страховой дорогой, как Автоград? Это приобрести коммерческий автотранспорт. Но не чисто коммерческий, а для семьи и для пользы делом. И вот тут и сегодня мы поговорим о Fiat Doblo Panorama. Знаете почему? Потому что в очередной раз Автограду удалось совместить принцип не попасть под каско и привезти отличный автомобиль с потрясающими характеристиками, которые кто-то так неаккуратно в своей передаче попытался принизить. Конечно, грузопассажирский вариант любого автомобиля должен иметь мощную заднюю подвеску. И в этом смысле переднеприводный Fiat Doblo имеет самую мощную подвеску из всех своих одноклассников. Здесь нету ни стойки амортизатора, типа MacPherson, нет независимой подвески. Обыкновенная толстая качающаяся балка. И здесь стоит мощная рессора, достаточной толщины. И даже для тех, кто любит торсионы, скажу, что мой дядя в свое время на Запорожце, это был единственный отечественный автомобиль, который был оборудован торсионами, менял эти торсионы постоянно. А рессоры это то, что надо. И опять же, из собственного опыта. Ну, год, по-моему, 2002 был. Однокомнатную квартиру я ремонтировал. Так вот, нагрузила как-то песочком Волгу нашу, любимую, по самые кривые помидоры. И ничего страшного. Рессоры даже не выгнулись, они просто в мост упёрлись, и всё. Ага, а мне надо было ещё на машине, оборудованной стойками, независимой подвеской, привезти кафель. Ну, пункт-то, загрузила кафеля меньше, чем Волгу песка. Потому что, ну, надо было поберечь эти стоечки. И пункт Б ехал я очень-очень медленно. То есть, можно говорить о том, что Fiat Doblo, как никто, более подготовлен к решению серьёзных, мускулистых задач. И информация, которую вам просто необходимо знать. Грузоподжерский вариант. Любой. Выбирайте, там, Volkswagen, выбирайте Renault, выбирайте Peugeot, выбирайте Fiat Doblo. И выбрав Fiat Doblo, вы должны знать, что этот автомобиль, даже обладая большей мощностью, имеет ещё одно преимущество. Сейчас расскажу, какое. То есть, берём те же самые 750 кг груза, размещаем их как в Fiat Doblo, так и в Fiat Doblo Panorama. Сиденье снимаем. Но проблем. Захотели поехать, сиденье на месте поставили. Захотели загрузить больше. Можно загрузить. И что дальше? Любой опытный автомобилист, трогаясь на механической коробке, вам скажет, что вот тут либо вы попалите сцепление, либо вас вывезет тот двигатель, у которого наибольший крутящий момент, то есть максимальная мощность достигается при меньших оборотах. Ну, практически тракторный двигатель. Так вот, у Fiat Doblo тот самый крутящий момент достигается всего лишь при 3000 оборотах, что у конкурентов недостижимо. У них движки-то более-таки оборочистые. И поэтому сцепление на тех машинах вам придётся менять гораздо чаще, чем на Fiat Doblo. Ну, и теперь о, собственно говоря, варианте использования Fiat Doblo в качестве посадовского и в качестве грузового автомобильчика. Конечно, в варианте, когда здесь стоят стёкла, и здесь гораздо больше комфорта, здесь места поменьше, чем в чисто Fiat Doblo Cargo, когда всё в железках. Но, допустим, вот сейчас сюда спокойно поместится кубометр два груза. Это раз. Если вы хотите путешествовать, и вам срочно нужно машину переоборудовать в пассажирский вариант, это совсем всё очень быстро делается. И плюс ко всему, как мне нравятся эти сдвижные двери, которые оборудованы дополнительным фиксатором. Ну, а что дальше? Дальше совсем всё просто. Опаньки. Опаньки, зайенька. Вот. Ну, в этом варианте. Машина стала пятиместной, да? Но поскольку, поскольку, и делая глубокий респект тому человеку, который держит камеру, у неё, кстати, скоро в коллективе будет концерт, поэтому 15 мая, пожалуйста, вот туда, в дворец культуры Джоникинса, посмотрите, как они умеют двигаться. И я, когда вожу этот коллектив, постоянно сложно мне даже в 140-й запихать 8 человек. Фиат Добла я бы запихал побольше, потому что сюда можно, ну, сделать. И ещё рядочек оппозитных сидений. Ну, затонировать, разумеется, чтобы ГАИ ничего не говорило. Теперь самое приятное, это распашные двери. Обратите внимание, как они раскрываются. И насколько широко. И это очень удобно. Они также обладают фиксатором. Ну, чтобы вам по котелку ничего не чокнуло. Закрыли, легко и просто. И всё. И в ряду универсалов прибыло. Настоящих, мускулистых универсалов. Ну, и заканчивая сюжет, давайте поговорим о том, чего здесь нет. Да, вы не ослышались. Здесь нет ни помпезности, ни гламурности, ничего такого. Здесь есть прекрасно моющийся пластик и очень прочный пластик. Не надо забывать, что когда вы работаете с грузовым автомобилем, вы наверняка не всегда используете чистые перчатки. И не всегда ваша одежда должным образом выглядит. И поэтому здесь даже покрыть сиденье, оно моющийся. Даже пластик, он не царапающийся. Да, теперь в завершении. И уже глубокий респект Автограду, который располагается на Маржан-9. Вопрос цены. И вопрос каска. Я недавно, совсем недавно, застраховал второй год подряд свой автомобиль по каске. И вы знаете, вам могут, конечно, лечить всякую билибердень. Втирать в уши, но это только не в Автограде. Потому как, даже приобретая автомобили здесь, даже угорая второй год на каске, а эти машины попадают по ценовой категории до 500 тысяч рублей. Поэтому, ну, не нужно каску на Fiat Doblo. Не нужно. И ОСАГО хватит, и оно покроет нормально. А, в принципе, когда машина, ну, чуть подешевеет, и будет в пороге 300 тысяч рублей, ну, по оценочной стоимости, вот тогда каска сделается. И как раз в тот момент вы можете хорошо машину долбануть, чтобы обменяли все новые детали. Это каска позволяет. В отличие от конкурентов, конкурент стоит, конечно же, гораздо дороже. Но, и опять же, в завершении, респектируя, финализируя этот наш сюжет, скажу, что практически все автомобили, которые представлены здесь, на Маржане 9, а это и Сангьянги, это и Fiat, это и BMW, они частично собираются в России. То есть они заранее дешевле, чем они стоят за рубежом. И в этом смысле Автограду большое человеческое спасибо.